То с уважением, умал, высказываешься о противнике. Естественно, ну люди, которые, там идеологическая, как сказать, настройка, это одно. Этот оценивает их по достоинству, он говорит, что это очень опытные ребята, он говорит, док Умара вводил за нас все наши спецслужбы столько лет в этом лесу, в чеченском лесу, они не могли его найти, он дает ему должное, его опыту. А российский генерал Кадыров, предатель, который, по идее, из нашего же народа, он называет его крыса и говорит, что он там не был воином. Скажите, почему в Дагестане и Чечне знают Шамиля, а Мохаммада Яракского нет? Может это из-за политики Турции в Кавказе в начале 19 века? Слушайте, те, кто интересуются этой темой, они знают всех действующих лиц Кавказской войны и Мохаммада Яракского и всех остальных. Но те, кто особо не погружались в эту историю, не изучали ее, они, конечно, знают более популярных людей. И, конечно, Имам Шамиль является более популярным, поэтому о нем больше людей знают. И его личность, она, наверное, больше популяризируется сегодня, чем многие другие личности, тоже выдающиеся личности именно к периоду Кавказской войны или Кавказских войн, как правильно сказать. Я тоже, наверное, считаю, что это несправедливо. Я тоже считаю, что гораздо большей популярностью, большим уважением и признанием должен пользоваться Гази Мохаммад Гимринский, например, которого, на мой взгляд, незаслуженно, несправедливо предают забвению. Именно его имени должны были называться улицы, площадя в Чечне, в Дагестане и других республиках. Особенно в Дагестане и в Чечне. Эта личность, она очень ключевая для нас. Это очень серьезный человек в нашей истории. Он сыграл очень важную роль. И гораздо более важную, чем Имам Шамиль. Поэтому, да, есть такой момент, в общем, видишь, есть гораздо более умнее, грамотнее и лучше меня люди на этом свете. Среди чеченцев, среди нашего народа тоже есть. Они говорят гораздо более грамотнее, чем я. Они владеют там несколькими языками. Они очень умные люди. Но вы о них не знаете. А вы мне знаете. Хоть я и гораздо хуже них по любым параметрам. Меня просто с ними никак невозможно сравнивать. Так уж получается, что кто-то становится популярнее, кого-то знают больше, кого-то меньше. Где-то это бывает даже незаслуженно. Но такова жизнь, дорогие друзья. Договор между РФ вечера и не был ратифицированным парламентом. Почему ты часто ссылаешься на него, говоря о признании независимости? Ну, потому что для меня договор состоялся, если его подписали президенты двух стран. Для меня этого достаточно. То, что там уже внутри другом государстве, что-то там у них, они о чем-то спорят, это уже нас не касается. Мы подписали и приехали. Наш президент приехал к нам на родину с подписанным договором, на котором стояла роспись президента страны. Остальные вопросы нас не волнуют, что там дальше у вас происходит. Томсо, видел интервью Пугачева Гордону, где он сказал, Европе и США нет дела до Украины и России, и их дел, получается, сильный будет пожирать слабого. Нет, я не смотрел это интервью. Ну, если он так сказал, таково его мнение. Я не знаю, как это дальше прокомментировать. Как ты относишься к Асхабу Алибекову, который создал канал на YouTube и открыто критиковал Путина, за что и сидит не первый год? Я к нему отношусь, как к десантнику российскому. Вот как я отношусь к псковским десантникам, которые погибли у нас в Шатойском районе. Вот так же я отношусь и к этому человеку. Для меня это российский десантник. Кстати, по поводу российских десантников. Тут на... А, сейчас, подождите. Даудову на памперского. Тут на днях Сладков брал интервью у полковника ФСБ России, героя России, ветерана Российско-Чеченской войны, Второй Российско-Чеченской войны, Александр Копылов, его фамилия. И меня заинтересовало, я полностью посмотрел все это интервью, было интересно реально. И я выложил у себя в телеграм-канале небольшую вырезку, я хочу эту вырезку вам здесь тоже показать. посмотрите, как этот человек отзывается о нашем, о наших воинах, о нашем сопротивлении и о непосредственно отдопке Умарове. Я заканчивал лесотехнический институт. А факультет какой? Лесное хозяйство. И, как бы, встречаясь со своими однокурсниками, Саня, ну где ты работаешь? Я говорю, я до сих пор по профилю в лесу. У меня была такая вот дежурная шутка. Но, тем не менее, это все так. Я лес люблю, в лесу себя чувствую и вообще на дикой природе, как дома. И пытался научить это, как бы, своих ребят. Вот, соответственно, очень много учился у самих этих самых боевиков. У меня было несколько возможностей пообщаться. То есть, как бы, я работал там с агентами. И мне вот было интересно с ними общаться, как они, что. И, в принципе, я вот понимал, что они мыслят точно так же, как я. Я очень дорого бы отдал, чтобы встретиться и поговорить с Доком Умаровым. Потому что Доком Умаров, столько лет он водил за нас федеральные войска, федеральные силы. Величайший опыт был. К сожалению, ну, не получилось этого. Но, я думаю, нам бы было о чем поговорить. И было бы очень полезно. То есть, уважением высказываешься о противнике. Естественно. Ну, люди, которые... Там идеологическая, как сказать, надстройка – это одно. Да, я ни в коем... Я не то, что ни в коем, я вообще категорически не принимаю этого всего. А вот именно с точки зрения выживания, я очень уважительно о них отзываюсь. Потому что, и я говорю, мне вот интересно эти люди, с ними пообщаться. Потому что это опыт дорогого стоит. И его можно использовать в работе. Вот так с уважением о Докке Умарове и в целом о воинах нашего сопротивления высказывается наш враг, полковник ФСБ и герой России Александр Коплов. Но в то же время другой герой России, генерал-майор МВД Рамзан Кадыров, более известный в народе как Люля Кафыров, как же он отзывался о Докке Умарове? В 2014 году он опубликовал фотографию мертвого Докке Умарова, подготовленного к захоронению. И написал пост к этой фотографии. Я ранее заявил, что Докке Умаров уничтожен в ходе проведения спецопераций. Но представители различных силовых ведомств и СМИ поспешили поставить эту информацию под сомнение. Они говорили, что нет трупа. У нас же имелись неопровержимые доказательства его уничтожения. Позже факт смерти был официально признан. Теперь же для тех, кто хотел бы верить в то, что эта крыса еще жива, мы можем показать ее после смерти. Написал тогда Кадыров. Написал, что он нашел свое пристанище там, где искал. И далее, внимание. Умаров никогда не был воином. Написал Кадыров. Он был специалистом по взятию на себя всего, что происходило в мире. В этом он превзошел и Салмана Радуева. Удивительно, да? Насколько, какая разница между реальным... Вот в чем вообще, где проходит эта грань, разница между врагом и предателем? Дело в том, что среди врагов есть те, кого можно уважать, ненавидеть, но уважать. То есть ты можешь с ним враждовать, при этом относиться к нему с уважением, к его опыту, к знаниям, к достоинству, к смелости, храбрости. Но при этом ты его ненавидишь все равно, так как он твой враг. Вы с ним сражаетесь, вы убиваете друг друга. Ненависть к нему присутствует, но эта ненависть, она идет параллельно с уважением. Ты не приемлешь его убеждения, как вот сказал Копылов, надстройка. Ты это не приемлешь. Но какие-то качества, достойные качества, которые есть в этом твоем враге, ты их уважаешь. И среди них же есть и те, кого ты не уважаешь. То есть отвратительные представители среди врагов тоже есть. Как, например, посмотрите, вот, допустим, вот этого Копылова, как он разговаривает, как он отзывается о наших воинах. И вспомните, как, например, отзывался Шаманов, когда наши амиры, наши генералы пошли вперед по минному полю, вперед своих воинов и вперед военнопленных российских, когда они жертвовали своими жизнями и своими конечностями, подрываясь на минах. Об этом Шаманов сказал, что они не только оказались баранами, но еще и козлами, мол, побежали вперед своих солдат. Он даже своим омерзительным вот этим мозгом, мозгом ничтожества, он даже не понял то, что там произошло. Он даже, он и не мог это понять, ему это не дано. Он не представляет себе, каково это, пойти вперед со своих солдат по минному полю. Он этого не знает, так как это чисто такой штабной генерал, который сидит постоянно где-то в штабе и оттуда отдает команду, отправляет российских солдат насмерть. Это совершенно другой уровень. Поэтому он даже не понял то, что тогда произошло при выходе из Грозного. То есть враги, вот среди них может быть две вот этих категории. А среди предателей не может быть, там только одна. Там вот эти люди, такие как Кадыров, смотрите, как он разговаривает. Если так подумать, хотя бы чисто из каких-то даже националистических убеждений, хотя бы понимая, что это человек из твоего народа, он не должен был так говорить. Он должен был более как-то сдержаннее высказываться, как-то нейтрально. Но нет, именно этот всячески их поливает, ставит под сомнение боевой опыт Умарова. Хотя этот ни одну ночь не провел в лесу. Ни в одном боестолкновении с Умаровым этот человек не был. Вот тот, кто это написал, я говорю про Рамзана Кадырова. А тот был, тот неделями в лесу находился, участвовал в этих спецоперациях, боестолкновениях. Убивал и гибли люди, подчиненные ему. То есть этот оценивает их по достоинству. Он говорит, что это очень опытные ребята. Он говорит, док Умаров водил за нас все наши спецслужбы столько лет в этом лесу, в чеченском лесу. Они не могли его найти. Он дает ему должное, его опыту. А вот российский генерал Кадыров, предатель, который, по идее, из нашего же народа, гораздо сдержаннее, который должен был высказаться, пусть даже не респектовать, но хотя бы сдержаннее высказаться. Он называет его крыса и говорит, что он там не был воином. Это еще раз напоминание о том, что среди предателей не может быть вот человека, которого можно было бы уважать. Не может быть ни его опыт, ничего. Невозможно этого человека уважать. И от него ждать какой-то достойного разговора, какого-то отношения, от него ждать тоже не приходится. Это предатель. Это вот самое низшее, что может быть. Поэтому он таким образом высказывается. Но ответь, как долго ты будешь критиковать Кадырова? Денис Саронов. Сколько надо, столько и будем. Сколько он будет беспределить, столько мы будем его критиковать. Субтитры создавал DimaTorzok